Жарище. Градусов сорок. Это если в тени, разумеется. Но поскольку нет и намёка на тень, ни деревца, ни кустика, необозримый степь-галыш, чуть прикрытый ковылём, то термометр, думаю, показывает все шестьдесят. Старшина Колбаковский утешает. В июле ещё жарче, товарищ лейтенант. Между станцией Баян-Тумен и городком при ней мы сразу увидели своего рода кладбище списанных танков. В квадрате полтора километра на полтора прожавелые стальные коробки, оружие снято, гусеницы сняты. Старшина Колбаковский объяснил, эти танки подбиты на Холхенголе в 1939-м, когда советско-монгольские войска давали отпор японским захватчикам. Я думаю, видно, жестокие бои были на Холхенголе. Но с той поры так далеко шагнула наша военная техника, та самая, от которой гудит нынче монгольская степь, пропавшая не только полынью, но и порохом. От Баян-Тумена, куда прибыли в полдень, мы шагаем уже часа полтора. Станции, городок, смесь деревянных домов и войлочных юрт остались позади в зноеном мареве. Оно встает и впереди, переливается на всхолмленной степью над тем, что творится в ней. Бог ты мой, что там творится? На своем веку я перевидал скопления людей и техники, особенно накануне крупных наступлений, но такого, клянусь, не видел. К Баян-Тумену, от Борзи сюда вела уже одна путка, подходили эшелон за эшелоном. Войска быстренько выгружались, строились и уходили в зноеную, с блеклой травой и небом степь, как бы всасываемые ею. Я иду во главе роты и посматриваю по сторонам. Пехотные колонны, танковые, артиллерийские, автомобильные, кавалерийские движутся в степи по едва-едва накатанным дорогам и чаще без дорог, по солончакам, по ковылю и полыне, по низкорослой, стелющейся к земле колючке. В неоглядной степи, ограниченной по горизонту сопками, стало вроде бы тесно. Вытягивается танковая колонна, скрежещут гусеницы, гудят двигатели, и в горячий степной воздух врубаются еще более горячие струи, разящие соляркой. А вот тягачи тащат по монгольской степи осадные орудия. Танковые колонны сменяются кавалерийскими, артиллерийскими, автомобильными, вроде транспортера пехотой, пехота опять танками. Даже непонятно, чего больше, людей или машин. Честное слово, столько техники стянуто, поразительно. Что и толковать, к концу Второй мировой армии располагает отменной техникой и в изобилии. А кадры? О, за четыре годочка мы не худо овладели наукой побеждать. Есть ли такая наука? Есть. И на маньчжурских сопках мы ее продемонстрируем. Зверски тянет пить, однако удерживаю себя. Прислушиваясь, как булькает вода во фляге, закаляю волю. Фляжки в роте не у всех, и комбат предупредил. На обильное водопитие не рассчитывайте. Вообще до обеда воды не будет. Все это цветочки. Первые километры по монгольской степи. Ягодки дальше, когда части сосредоточатся в районе сбора. Все дивизии махнем по степи. Степи широкой, на юг, до Тамцак-Булака. Расстояние что-то около четырехсот километров. Так-то вот. Четыреста. По солнышку, по безводью, бездорожью, с полной выкладкой. По Европе мы хаживали, по Азии еще не доводилось. Ничего, пройдем мы Азию. Вообще-то говоря, до собственной Манжурии надо преодолеть внутреннюю Монголию. Километров 200-300, не меньше. А внешняя Монголия это Монгольская народная республика, где мы имеем честь находиться. Так-то, ежели уточнить. Но ежели без уточнений, все, что лежит за границей, Манжурия. Кабы не адова жара, то закрывшие глаза можно было бы вообразить. Идешь в походной колонне где-то под Москвой, или на Смоленщине, или в Беларуси, Литве, Польше, или в самой Германии. Не вообразишь. Надо глядеть под ноги, и от жары не открестишься. Она зажаривает тебя до хрустящей корочки. А что будет в июле? Но июль не за горами. Спустя четыре денька всего. Он опустился на диван-кровать, и купе огласилось жалобным пружинным пением. Подумал, грузнеет. Эдак догонит Федора Ивановича Толбухина, бывшего соседа по фронтам. Маршал Толбухин командовал третьим украинским. Он вторым. Где ты? Второй. В прошлом. Малиновский был в купе один. У него выпадали минуты, когда остро хотелось побыть без людей. Минуты, которые сменялись за тем столь же острым желанием видеть перед собой собеседника. Да, он один, но ощущение, будто все его многотысячные войска, которыми совсем недавно командовал, и новые его многотысячные войска, которыми будет вскоре командовать, находятся где-то за вагонной стеной. Рядом с ним катят по рельсам. Это ощущение, по сути, не было странным. Управление 2-го украинского 6-я гвардейская танковая армия генерал-полковника Кравченко и 53-я армия генерал-полковника Моногарова перебрасываются эшелонами из Чехословакии на Дальний Восток, в Забайкалье. Туда же пролегла и его путь-дорожка. Малиновский, сощурив глаза, глядел в окно, думал, что этой доброй, ухоженной земле принесли освобождение его армии. А вскоре его армии будут освобождать иные, весьма отдаленные отсюда пределы. Вот как бросает воинская судьба. Предстоит война с Японией. Его долг воевать там, куда пошлют. Отвоевал на Западе, теперь повоюет на Востоке. Если откровенно, фортуна проявила к нему благосклонность. Доверили командовать крупнейшим в предстоящей кампании фронтом. В мае вызвали в Москву, поминули Забайкальский фронт, а теперь приказом Забайкальский фронт за ним. Первым дальневосточным будет командовать маршал Мерецков. Вторым дальневосточным, вспомогательным. Генерал армии Пуркаев. Действие всех трех фронтов координирует Александр Михайлович Василевский. Он назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. Тогдашний разговор в Москве был предварительный. Нынче же он, маршал Малиновский, и его генералы едут уже по делу. А еще он едет на парад. Это, конечно, тоже дело. Парад Победы по Красной площади перед Мавзолеем пройдут торжественным маршем сводные полки фронтов военно-морского флота и московского гарнизона. Сводный полк 2-го Украинского фронта возглавит, естественно, он. Давненько не маршировал, все больше машинами раскатывал. Придется тряхнуть стариной и пропечатать строевым. Постараемся. Парад Победы как бы венчает то, что уже сделано, что отвоевано за 4 года. Это торжество. Праздник, за которым последуют будни-будни новой войны. Сколько они продлятся. В кабинете Василевского шелестели вентиляторы, но было душновато. Не мудрено. Июнь, пекло, воздух спертый, размягченный асфальт сохраняет отпечатки обуви. Когда ехали с Киевского, Малиновский видел. Дымят заводы и фабрики, реконструируется здание, катят легковушки, грузовики, автобусы, троллейбусы, трамваи, торгуют магазины на улицах, площадях, бульварах толпы людей. И что-то в их облике, в их поведении свидетельствующее все стало, как до июня 41-го. Приспущенные шторы во все окно ловили в складки яркое солнце. За шторами, за окнами шумел, гудел великий город, в который так любил приезжать Родион Яковлевич, и в котором мечтал когда-нибудь осесть навсегда. А сейчас у него в Москве как бы пересадка. С войны на войну. Александр Михайлович Василевский размеренно, спокойно, интеллигентно, почти по-профессорски говорил. Несколько слов предыстории. Я бы сказал, политической предыстории. Советское правительство сознает всю важность ликвидации очага войны на Дальнем Востоке. Упрочение наших границ и видит свой долг в том, чтобы помочь народам Восточной и Юго-Восточной Азии в освободительной борьбе против японского ига. Мы верны союзническим обязательствам. Еще на Тегеранской конференции товарищ Сталин дал Рузвельту и Черчиллю принципиальное согласие на помощь в войне с Японией. На Ялтинской конференции оно было конкретизировано, и ровно через три месяца после 9 мая, следовательно, 9 августа, Советский Союз вступит в войну. Это союзники тянули с открытием Второго фронта в Европе два года. Мы начнем боевые действия против Квантунской армии, как записано в Ялте. Василевский слегка сутулись, то останавливался у письменного стола, то подходил к карте, в тишине поскрипывали его сапоги. Против Квантунской армии мы развертываем три фронта. Первый, дальневосточный, под командованием маршала Мерецкого, второй, дальневосточный, под командованием генерала армии Пуркаева и забайкальский, под командованием маршала Малиновского. Указка Василевского скользнула по карте северо-восточного Китая. Карта крупная, все видно. На востоке, от Японского моря до станции Губерева, исходные рубежи Первого дальневосточного фронта, нацеленного на Муданцзян-Гирин. Севернее и северо-западнее рубежи Второго дальневосточного фронта, его основные удары направлены вдоль северного берега Сунгари на Харбин. На западе рубежи Забайкальского фронта главные его силы должны сосредоточиться на тамцах Булакском выступе, откуда и наносится удар в общем направлении на Чанчунь-Мукден. Малиновский не пропустил ни слова из того, что говорилось о дальневосточных фронтах, но с удвоенной обостренностью слушал касающиеся его Забайкальского фронта. Василевский сказал, на правом фланге Забайкальского фронта будет наступать конно-механизированная группа советско-монгольских войск под командованием генерал-полковника Плиева. Его заместителем по монгольским войскам назначен генерал-лейтенант Олхагва Сурен, а политическое руководство ими возложено на генерал-лейтенанта Циденбала, генерального секретаря ЦК Монгольской Народно-революционной партии. Прокашлившись скрипучей, Василевский опустил указку. Товарищи, общая протяженность всех трех фронтов более 5000 километров. Цепкая на цифры память Малиновского сработала мгновенно. Общая протяженность всех европейских фронтов Второй мировой войны, советско-германского, западного и итальянского, не превышала, скажем, в январе 45-го года трех с половиной тысяч километров. Василевский продолжал. Задача фронтов по глубине 600-800 километров. Для достижения цели операции, окружение, расчленение и полный разгром всех сил квантунской армии отводится крайне ограниченное время. Не более 20-23 суток. Малиновский вставил. Вот это размах. Современные канны. Пожалуй, пограндиознее, Родион Яковлевич, деликатно уточнил Василевский. Даже на советско-германском фронте не было ничего подобного. Предстоит разбить войска четырех японских фронтов и одной отдельной армии, а также армию Маньчжоу-Го, войска правителя внутренней Монголии Девана и Суянскую армейскую группу. Еще несколько цифр, товарищи, говорил Василевский. К августу на Дальнем Востоке должно быть сосредоточено 11 общевойсковых армий и одна танковая, которая будет действовать в составе Забайкальского фронта. В этой группировке более полутора миллионов человек. Почти 30 тысяч орудий и минометов. Более 5 тысяч танков и самоходно-артиллерийских установок. Более 5 тысяч боевых самолетов. Разумеется, сюда приплюсованы и силы военно-морского флота. Результат переброски, численность советских войск на Дальнем Востоке и в Забайкале возрастет вдвое. Цифры я, разумеется, округляю. Но суть не в одной численности. Суть и в том, что при относительно незначительном превосходстве в количестве людей советские войска значительно превзойдут противников боевой техники. И это явится важным условием быстротечного прорыва японских пограничных укреплений и стремительного наступления советских войск вглубь Манчжурии. Как военачальник, Родион Яковлевич отдавал должное тем, кто разработал этот план поистине молниеносного разгрома противостоящего врага. И так наносятся два основных встречных удара. С восточного выступа Монгольской Народной Республики силами четырех общевойсковых, одной танковой армии и конно-механизированной группы – это Забайкальский фронт, другой удар – со стороны Приморья силами трех общевойсковых армий и механизированного корпуса – это Первый Дальневосточный. Наступление двух этих фронтов, поддержанное войсками Второго Дальневосточного и Монгольской Народно-Революционной Армии, обеспечивает окружение, расчленение и разгром в сжатые сроки главных сил Квантунской армии на огромнейшей территории. Вот котел так котел. Соединившись в районе Чанчунь, Гирин, войска Забайкальского и Первого Дальневосточного фронтов, в дальнейшем резко меняют направление действий и развивают стремительное наступление на Леодунский полуостров и Северную Корею, чтобы завершить разгром вражеских войск и освободить эти территории. И плюс к этому операции по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов, под ключицей Тихоокеанский флот Амурская флотилия тоже будет действовать. Непосредственное руководство моряками возложено ставкой на главкома военно-морских сил адмирала флота Кузнецова. Собравшиеся на перроне Читинского вокзала генералы в белых кетелях томились неизвестностью. Стоявший в центре группы, широко расставив ноги коренастый генерал-полковник, как черные усы подчеркивали белоснежность кетеля, говорил соседу. Ума не приложу, что это за генерал-полковник Морозов? Чем знаменит? Я тоже такого не знаю. Узнаешь, мне из Москвы по телефону передали приказ встретить на вокзале, а затем передать ему командование фронтом. Да, я буду у него, у этого Морозова, заместителем. Сработаемся ли? Подошел спецпоезд, и у генералов в белых кетелях глаза округлились от изумления. Из вагона выходил в форме генерал-полковника никто иной, как маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский. Точно он, а погоны генерал-полковничий, и не Малиновский он, а Морозов. Уже перед легковой машиной, обернувшись к сопровождающим, Малиновский сказал, меня не понизили в звании, и я не отрекся от отцовской фамилии. А если по-серьезному, где, возможно, там необходимо всячески соблюдать скрытность прибытия на Дальний Восток и войск, и определенных лиц. В этих целях я пока буду генерал-полковником Морозовым, маршал Мерецков генерал-полковником Максимовым, а маршал Василевский генерал-полковником Васильевым. Так и документы будем подписывать. Ясно, товарищ маршал... Виноват, товарищ генерал-полковник. Проще выразиться, ясно, товарищ командующий, сказал бывший командующий войсками фронта, ныне заместитель, и нашел в себе силы на юмор. Генерал-полковник тоже неплохое звание. Вполне, сказал Малиновский. Адъютант распахнул дверцу, и Родион Яковлевич опустился на сиденье рядом с шофером. Поехали. На квартиру? Спросил сзади заместитель. Сначала в штаб. Инспектируя войска, они проехали порядочно, на восток, прежде чем остановились в степи перекусить, попить чайку. Вытирая выступившую на лбу испарину, Василевский говорил, «Наши с вами рекогносцировки, Родион Яковлевич, ознакомление с войсками, обсуждение обстановки с командованием армии, корпусов и дивизий вашего фронта подтверждают, необходимо внести изменения в ранее принятые решения и сократить сроки выполнения основных задач, предусмотренных директивой ставки». «И ваше мнение таково? Мне думается, форсирование Большого Хингана танковой армии Кравченко возможно не на десятый день операции, как планировалось, а не позднее пятого дня. Не позднее». «Я согласен, Александр Михайлович». Василевский сказал, «Это заботы, так сказать, сухопутные, но нам же, Родион Яковлевич, предстоят и морские операции. Как известно, после начала дальневосточной кампании планируем высадку десантов Кореи на Южном Сахалине, на Курильских островах. Морской театр составит с севера на юг четыре тысячи миль. Представляете?» «Представляю, Александр Михайлович», – ответил Малиновский и подумал о моему фронту наступать в полосе шириной в две тысячи триста километров. «Тоже что-то значит?» Василевский налил из термоса еще чайку, отхлебнул, задумался, потом сказал задумчивостью, «Флотским тяжеленько придется. Сложность в том, что морской театр разделен на зоны действий советского военно-морского флота и американского. Зоны определены так, что в Японском море разграничительная линия проходит всего в 100-120 милях от нашего берега, а в Беринговом проливе – кое-где даже в 15-20 милях. Это исключает действия нашего флота на всю оперативную глубину противника, существенно затрудняет ведение морской оперативной разведки. Заметьте, ограничение действий Тихоокеанского флота позволяет японским кораблям появляться у советских берегов, угрожая и флоту, и сухопутным войскам на приморских направлениях. Но как же мы согласились на такое разделение морского театра войны? Учитывая заверения правительства США, что их военно-морские силы развернут активные действия на море и тем самым будут способствовать наступательным операциям советских войск. Но лично я, между нами говоря, не очень верю этим обещаниям. Да, излишней обязательностью наши союзники не обременены, сказал Малиновский. Меня крайне возмутило. Во Владивостокский порт из Америки были доставлены грузовики в разобранном виде. Наши шоферы и ремонтники стали их собирать. И тут-то ЧП. При вскрытии упаковки выявилась недостача нескольких тысяч кузовов. Пришлось срочно изготовлять кузова. Забайкальский фронт для этих работ выделил 10 тысяч человек. Да и другие фронты не поскупились. Они помолчали, допили чай. Показалось, Василевский задремал, веки опустил, утопил себя в брезентовом стульчике, не шевелится. Устал. Да и он, Малиновский, притомился. Каждый день по войскам, да по войскам. Но Александр Михайлович тут же открыл глаза и ясным голосом произнес. Родион Яковлевич, находясь поблизости от Халкингола, грешно было бы не навестить места, памятные по 1939 году. Грешно, согласился Малиновский. Предлагаю поехать, не откладывая. Километров около ста всего-то. Виллисы заурчали, выбираясь из распадка. Ветровые стекла сверкнули отцветом, песчаная пыль потянулась хвостом за машинами. На кочках, на вымаянах встряхивала, и Малиновский хватался за скобу. Долина Халкингола широка и местами заболочена. В щетине осоки и метелок камыша. Река, ширина от 50 до 100 с лишним метров, сильным течением ворочает на перекатах гальку, в омутах крутит воронки. Бравый усатый генерал был определен в гиды, поскольку его части тут дислоцировались. Показывал и рассказывал, стараясь приглушить свою зычность. В пригранище Василевский и Малиновский понаблюдали в стереотрубу за японской территорией. Безлюдно. Никакого движения. Потом провели на командном пункте дивизии совещания на коротке, и уж после этого на монгольскую погранзаставу. На пограничной заставе представились генерал-полковник Васильев, генерал-полковник Морозов. Начальник заставы, не по-монгольски рослый капитан, в лицо их не знал, хотя многие монгольские генералы и офицеры узнавали Василевского и Малиновского по газетным фотографиям, по кадрам кинохроники. Застава была расположена на крутом скате, да еще залезли на десятиметровую вышку, обзор что надо, но поднятая ветром песчаная кисея ухудшала видимость. Песок заносило из суда на вышку, он сухо шуршал о доске. Малиновский сказал, монгольские дожди. Начальник заставы живо откликнулся, так же делал полковник, дожди еще будут, самые настоящие, проливные. Не сомневаюсь, что будут. Река текла внизу под обрывом, граница проходила по фарватеру. Маршалы в бинокле разглядывали сопредельный берег. Капитан пояснял, в последние дни японцы отселяют вглубь местное население, разрушают мосты, дороги, тактика выжженной земли, как у гитлеровцев, сказал Малиновский и подумал, что скоро его войска будут уже по ту сторону границы. Вечером 8 августа был митинг. Множество собраний, совещаний, заседаний, бесед и митингов изведал я за свой недолгий век. Но такого митинга не было и не будет. Митинг, на котором нам объявили о начале войны с Японией. Командир полка произнес речь. Пробил долгожданный час. Советское правительство заявило о состоянии войны с Японией с 9 августа. Командование отдало приказ о переходе границы. Мы с честью и достоинством выполним этот приказ. Разгромим ненавистного врага. Да здравствует Родина! Вперед, орлы-оршанцы! Потом выступили разные люди. От нашего батальона аж двое. Замполит Федя Трушин. И гляди-ка, мой взводный Петров Сева. После каждого выступления над строем перекатывалось «Ура!» столь громоподобное, что, казалось, его услышат и по ту сторону границы. Расходились с митингов взволнованные, взбудораженные. На возбужденней всех был, однако, я. По крайней мере, мне так казалось. Думал. Не зря меня корили за излишнюю впечатлительность. Точно, точно. При такой эмоциональности толковый командир вояк из лейтенанта Глушкова не вылепится. В комбата, например, не пробейся. Только-только воротились к своим землянкам и палаткам, как за мной явился посыльный. Срочно к комбату собираются командиры рот. У комбата мы получили последнее указание. Порядок следования, маршрут, меры безопасности. Офицеры батальона были взбудоражены и в то же время деловиты, молчаливы. Ни комбат, ни его замы, ни ротные не скажут лишнего словечка. Я и сам молчаливым сделался. А когда возвратился в роту, там тоже не было лишних разговоров. Только о том, что связано с выступлением, с походом. Слово, два и молчок. Солдаты убирали палатки, выдергивали колышки, скатывали шинели, переобувались, проверяли подгонку снаряжения, утрамбовывали вещь-мешки, куда добавился сухой паёк, ни шуток, ни смеха. Как перед наступлением. Но перед наступлением не бывало такой молчаливости, даже замкнутости. И помнится, тогда письма писали домой. Нынче писем никто не писал. И это подчёркивало. Ни наступление, пусть и большое, целая война. Умолкли. Покашливание. Кое-где цыгарки, как светляки. Свершается. В темноте возникают фигуры, растворяются, вновь возникают. Ночь на редкость непроглядная. Где земля, где небо, не разберёшь. Они сливаются, свариваются без шва. Но наши глаза натренированные. И в степи кое-что мы, конечно, различаем. Контуру людей, повозок, пушек, автомашин, танков и человеческие силуэты, и распахнутые на стеж двери покинутых землянок раздаются негромкие и отчего-то сплошь хриплые команды взводных и отделенных. Рота выстраивается. В темноте, наверное, своё место в строю ребята как бы нащупывают плечами. Плечо ищет привычное плечо соседа. Вывожу роту на просёлок. Комбат нас останавливает. Поджидаем, когда подойдут остальные подразделения. Подошли. Батальонная колонна двинулась за капитаном. Пошарков ногами подошёл Федя Трушин. Лейтенант, принимаешь к себе? Товарищ гвардии, старший лейтенант, мы батальонное начальство уважаем. Политсостав распределили по ротам. Порторг и комсорг во вторую и третью. Ну, а я к тебе. Словно оправдываясь, сказал Трушин. Фёдор, ты же знаешь, я и впрямь тебе всегда рад. Знаю, Петро. Буду с тобой при переходе границы и в дальнейшем. Теперь тебе не страшно? С тобой-то? Да хоть на Токио пойду. Трушин сказал, запомни это число, Петро. Девятое августа. Запомню. Сегодня начали закапывать Вторую мировую в землю, чтоб не встало больше. Свершилось. Прощай, Монголия. Здравствуй, Манчжурия. Слева горят какие-то постройки. Не японский ли кордон. Больше нечему. Да и по времени мы уже должны были пересечь монголо-китайскую границу. Месяц померк. В степи светлело по-иному. Из-за сопок переплескивалась утренняя заря. Сумрак истончался, рассеивался, словно испарялся под лучами солнца. Оно как бы притушено желтой пылью, висящей над степью. Сколько идем? Часа три или четыре? Усталость прошла. Явилось второе дыхание. Определенно. Четырехсоткилометровый марш по Монгольской степи закалил нас. За пересохшей реченкой нас обогнал бензовоз и следом Виллис. В Виллисе, я признал их сразу, сидели заместитель начальника политотдела дивизии и майор, редактор дивизионки. Бензовоз газанул аж камешки из-под колес, а Виллис притормозил. Мы поравнялись с ним и толсто-очкастый редактор позвал. Лейтенант Глушков. Я подошел, козырнул. Вот, для роты спецвыпуск нашей газеты с важным документом. Он сунул мне пачку, перевязанную шпагатом. До встречи в Чанчуне! До встречи в Порт-Артуре! Я отдал честь рванувшей машине. Федя Трушин как будто ревниво сказал, редактору надлежало б вручить газеты политработнику, мне то есть. Это ему скажи, я-то при чем? Оправдался. Давай-ка сюда пачку. Я отдал. Он развязал шпагат, экземпляр протянул мне, остальные принялся раздавать в роте, приговаривая, читайте, патриот Родины, спецвыпуск, читайте и делайте выводы. Я только краем глаза схватил заголовок заявления советского правительства правительству Японии. Стараясь не оступиться, поглядывая и под ноги, я держал перед собой половину газетной полосы. 8 августа народный комиссар иностранных дел СССР Молотов принял японского посла господина Сато и сделал ему от имени советского правительства следующее заявление до передачи правительству Японии. После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной военной державой, которая все еще стоит за продолжение войны. требований трех держав Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японии. Тем самым предложение японского правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву. Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к советскому правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира. Верное своему союзническому долгу советское правительство приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего года. Советское правительство считает, что такая его политика является единственным средством способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германии после ее отказа от безоговорочной капитуляции. Ввиду изложенного советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. 8 августа 1945 года. Представляя, что за мина была на физиономии господина Сато, нарком Молотов вручал ноту, а маршалы Василевский и Малиновский, так сказать, притворяют ее в жизнь. И мы, рядовые Второй мировой, тоже притворяем. Я и не подозревал, какая новость поджидает меня, как и весь первый батальон после припоздневшегося завтрака. Распоряжение остаться на месте. Как на месте? Почему? Полк уходит, а мы? Я пожалел, что возле меня нет замполита Трушина. Он бывал неизменно в курсе событий, но он отирался около комбата и был недоступен. Наконец комбат собрал офицеров и, светясь лицом, объявил, наш батальон войдет в состав передового отряда. Будем действовать в отрыве от дивизии оперативное подчинение командарму. Вот это да! Только что не кричали ура. Засветились лицами похлеще капитана. Разумели одно, кончается пехотное существование, марши на своих двоих, болтание посередке, выводимся в первый эшелон, оседлаем технику и вперед! Стрелковый батальон разместили частично в студебекерах, частично посадили на броню. Это, к моему удивлению, были не прославленные Т-34, к которым мы привыкли на западе, а БТ, известные своей быстроходностью. Танковую бригаду усиливали противотанковые пушки, самоходные артиллерийские установки, зенитные пулеметы, рота саперов. Командовал подвижным отрядом комбриг, коренастый, зеленоглазый, зычноголосый, на нем был комбинезон, скрывавший знаки различия. Танкисты звали его батя и наш полковник. Нисходя с Виллиса, комбриг оглядел нашего вытянувшегося по стойке смирно комбата с головы до ног, словно прикидывает, чего тут стоит, и сказал, капитан, мозгуй, действуем в направлении перевала Джадын-Даба, туда уже ушли танкисты из 6-й армии Кравченко. Надо настичь их и не отставать, если удастся обогнать. Вяжемся в бои, на твою пехоту рассчитываю, мозгуешь? На сборы, погрузку, заправку горючим комбриг отвел полчаса, обнажив на запястье часы предупредил, не минуты позже. Взревел двигатель, выстрелили выхлопные газы, танк качнулся и пошел вперед. Это покачивание усиливалось и превратилось в нечто похожее на морскую качку. Выбоин и ям на пути хватало. Снизу от машины исходил жар, сверху обдувал встречный ветер и, увы, встречная пыль. Довольно скоро наши лица посерели от пыли, на зубах скрипело, в глотке першило, одежду хоть выколачивай. А члены экипажа, наверное, почище. Перед маршем я даже удивился. Выбритые на одеколоненные чистюли, не похожие на обычных чумазых танкистов. Когда я брился? Два-три дня назад. Не до бритья. Но танкисты же нашли время. Сквозь рев двигателя скрежет гусениц, посвист ветра слышится голосок неугомонного Миши Драчева. Мирово занос дали лошадиные силы. Остановились. Потому что разведка донесла. На пути поселок превращенный в опорный пункт. Обороняет его батальон Японо-Маньчжур усиленной артиллерией. Ясненько. Опорный пункт прикрывает подступы к хребту. Что предпримет комбриг? Сходу атаковать нельзя. Можно танки загубить. но и одну пехоту пускать не резон. Сперва нужно выявить передний край. Огневые точки противника. Значит разведка боем. Ее провели разведчики на бронетранспортере. Два танка и естественно неизменная первая стрелковая рота. Ребята сказал я. Действовать смело. решительно однако не зарываться. Помните это разведка боем. Поселок деревянные кирпичные домишки лепился по склонам сопки словно привалившийся к отвесному скалистому скосу еще более высокой горы. Следовательно зайти с тыла отпадает. Будем охватывать. но постреляем и по тылу. Наверняка круговая оборона. Все включено в огневую систему. Разведчики соскочили с бронетранспортера. Рассыпались цепью по сильно пересеченному склону. В центре была кое-как наезженная дорога. По ней двинулись танки и мы за ними глотая отработанные газы. Затем один танк вильнул влево в обход поселка второй вправо. Моя рота разделилась. Я пожагал за правым танком. Оступаясь в вымоинах, спотыкаясь о пеньки, корневища и камни, ломясь сквозь кустарник, мы приблизились к поселку метров на двести. Вражеская оборона молчала. Дальше мы не пошли и в раз открыли огонь. Танковые орудия, минометы, пулеметы, винтовки стреляли и из автоматов. Больше для шума, понимая, что убойность автоматного огня двухсот метров не достигает. Я лежал за валуном, наблюдая за обороной. Откуда бьет пулемет? Откуда пушка? Где дзот? Где снайпер? Над нами посвистывали пули, фукали осколки. И это было неуютно. Никакого подобия окопов. Солдаты выжимаются в ложбинку, льнут к вамшелым каменным россыпям. Но чем активнее стреляют японо-маньчжуры, тем для нас лучше раскроют систему огня. Хотя могут и схитрить, какие-то огневые точки молчат. До поры и до времени, до атаки. Разведка боем обошлась нам, к сожалению, недешево. Действовавший на левом фланге экипаж БТ увлекся, вырвался и получил противотанковый снаряд, сорвало гусеницу. Танк сперва крутился на месте, затем замер. Наше счастье, что мигом подошел тягач и уволок его в низину, иначе вражеские артиллеристы могли бы добить. Было убито три разведчика и тяжелоранен командир взвода лейтенант Иванов. Как доложила разведка, гражданского населения в поселке нет, поэтому можно гвоздить. И пушкари, минометчики, самоходчики, танкисты, пулеметчики гвозданули по выявленному переднему краю обороны, по окопам, под зотом, по огневым позициям артиллерии и вообще по поселку. На улицах за опоясывающим поселок валом вспыхнули пожары. Задымило чадно. В бинокль было видно, на подступах к поселку задымились зоты, пораженные прямым попаданием. Вверх полетели комья земли, камни, доски. Земля и камни вздыбились фонтанами и там, где проходила траншея и ход сообщения. Японцы огрызались, била артиллерия, били пулеметы, кто-то ойкнул, кто-то визгливо позвал «Санитар, давай сюды, санитара!» Так, знакомые словечки, еще до атаки звучат. Наш огневой налет длился с четверть часа. Под конец его вижу. Тот и ползет из тыла к залегшей цепи, точнее ко мне. Федя Трушин, друг любезный, а пол свежую воронку привалился ко мне. Здорово, единоначальник. Здорово, комиссар. Чего нелегкое принесла? Я к бойцам. И пополз по-пластунски. Третья рота атаковала опорный пункт слева, в центре вторая, а моя на правом фланге, как и при разведке боем, только еще больше сместилась вправо. Кончился артналет, комбат выпустил ракету, плохо видимую днем, и цепь поднялась, придерживаясь неуклюже ползших танков. Танки и самоходки перестали стрелять, катили в боевых порядках пехоты, молчаливо подбадривая своим присутствием. Вскидывалась, опадала, вскидывалась, ура! И я на бегу вопил ура, спотыкаясь, вравнивая шаг. Незаметно очутился в цепи. Ощущение, словно только вчера кричал в атаке ура! Метров за сорок до траншеи мы швырнули гранаты и еще громче вопя ура, строча из автоматов, припустили к ее изгибам. Краем глаза вижу, вырывается Трушин, обгоняют меня и сразу трое солдат. Врешь, в азарте поддаю, догоняя опередивших. Ура! 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 Быстрей, быстрей! Опереди первый нажми на спусковой крючок, первый брось лимонку, первый ударь ножом или саперной лопаткой. Спрыгнул в траншею, зыркнул по сторонам, справа и слева были уже наши солдаты, растекались по изгибам. Японцев не видать. Вдруг дверь под брустверной землянки с треском раскрылась, в траншею выскочил гортанно, вскрикивая офицер, вскинул палаш. Я выпустил очередь, японец завалился на спину. В ходе сообщения топот, гвал, истошный бонзай и целый взвод японцев ввалился в траншею, схлестнулся с нашими. Стрелять было нельзя, где свои, где чужие не разберешь. Стоны, крики, удары. Как в тумане возникла фигура японца, выставившего перед собой карабин со штыком. Сработала мысль. Поблизости наших нет, можно стрелять. Я выпустил три-четыре пули. Спотыкаясь от чьи-то ноги, наступая на чьи-то руки, я побежал по ходу сообщений, за мной Сверидов, Кулагин, Симоненко, Черкасов. Над ходом сообщения просвистывали пулеметные очереди, где достучали Гочкис и Максим. Поверху перекатывался бурый, едкий дым. На левом фланге и в центре разнобойное «Ура!» «Ну, ура!» и мы крикнуть можем. Портор Ксимоненко взмахивает автоматом «За Родину!» А где же замполит Трушин? В сутылоке рукопашной схватки растеряли друг друга. «Только был бы жив!» Мы выкарабкались из хода сообщения, где он врубался во вторую линию траншеи, и, пригибаясь, побежали к двухэтажному кирпичному зданию, возле которого стоял танк и бил по окнам второго этажа. Увидел воронки Трушина. «Живой!» «Машет пилоткой!» «Жми сюда!» Я плюхнулся в воронку рядом с ним. Выставив автоматы, открыли огонь по оконным проемам. Там засели снайперы-смертники в белых рубашках и штанах. Белый цвет траура. Ну и будет вам траур. Танковые снаряды кромсали здания. Горели оконные рамы. Красная кирпичная пыль висела кисеей. Выстрелы, разрывы, треск, звон разбитого стекла и еще гуще дым. «Гляди, Петро!» Я посмотрел на Трушина, а потом туда, куда он ткнул пальцем. Меж битых кирпичей, комьев под копченой глиной и при жухлой травы полз японец в белой одежде и с белой повязкой вокруг головы, на повязке иероглифы. Смертник. На спине мина. Курс к нашему танку. Мы повели огонь по нему. Смертник, извиваясь, полз и полз, как заговоренный. Но метров за тридцать до танка чья-то очередь достала. Дернулся и замер, выбросив руки. А затем чья-то очередь угодила в мину. Рвануло, аж перепонки заныли. Смертника в клочья. Лишь трава курилась там, где он только что лежал. Еще один смертник пополз к другому, слева танку. У него мина была на бамбуковом шесте. Бросаться под нища самому не надо. Но автоматные очереди и его пригвоздили быстро. А мина на бамбуковом шесте так и осталась невзорванная. Танки перестали стрелять. И я послал взвод Славы Черкасова в обход двухэтажного дома, чтобы зайти с тыла. И прочие дома стали окружать. Стрельба слабела. В поселке ночлега не было и привала никакого не было. Держался еще световой день. Комбриг решил марш продолжать. И наскоро приведя себя в порядок, передовой отряд снова двинулся по горной дороге. Вернее, по горному бездорожью. То, что подходит лошади или человеку, не подходит машинам. Поэтому и двигались медленнее, чем хотелось бы. Солнце висело над зубчатой грядой, алое, закатное. По ущелью плавал застойный туман, оттуда тянуло сыростью. Ехали без заменок, до темна, когда уже стало опасно из-за плохой видимости. Стоянку разбили у подножия горы, комарье и мошкара набросились, воняло болотной затхлостью, воздух охолодал, ребята раскатывали скатки. Тучи закрыли небо, лишь изредка посвечивали звезды, не в силах перебороть мрак. Ночной мрак шуршал шагами часового, шлестел травами, лаял псами в деревне, плакал шакалами в распадке, шлепал одиночными каплями собирающегося дождя. Побудка была на сером рассвете. Ёжись от сырости холодка, мы кое-как ополоснулись из студенного ручейка, а до умывания наполнили фляги, фейнфельдшер разрешил, снявши пробу воды. Позавтракали рано, до восхода, а с восходом колонна уже втягивалась в горы. Горловина заставляла ужиматься. Давно миновало времечко, когда танки и автомобили шли уступом, теперь только в затылок один другому. Кружили межответственных высот и трясин, доверяясь тропам. Они-то выведут, но куда? Какая из них сберется на перевал Джадын-Даба или на прочий другой, меня бы любой устроил в конце концов. Да комбригу устроит далеко не любой. Через триста-четыреста метров головная походная застава была обстрелена снарядами. Орудийные выстрелы громоподобно раскатились по горам, высекая эхо, и следом будто вдогонгу этому эху выстрелили танки. Пока что, очевидно, они били вслепую, ибо обнаружить огневые позиции японской пушки среди каменных россыпи непросто, надо приглядеться. Да и одна ли она? Может, тут целая батарея? У японцев огромное преимущество. Они наверху, мы внизу. Они, по-видимому, в укрытиях. Мы, как голенькие. У них пристрелены, нам еще предстоит пристреляться. И снова я как накаркал. С вершины ударили почти что залпом четыре пушки. Снаряды, обволакивающие шурша, пролетели над колонной. И с обвальным грохотом разорвались насобки. Танки развернули пушки, самоходки и орудия тоже развернулись стволами. Однако соваться на обум без пехоты все-таки нельзя. В горловине нас могут запереть. Делается это очень просто. Подбивают первую и последнюю машины, и пробка обеспечена. Пехота должна штурмовать эти укрепления. Вон видна в кустах амбразура. Вон вторая. Вон и третья. Где-то есть и четвертая, пока не засекли. Ага, и четвертую засекли. Порядок. Рота залегает на рубеже атаки. Пять обомшелых валунов в разброс. Высунувшись из-за луна, наблюдаю за нашим дотом. Арт налет не причинил ему вреда. Из большой амбразуры стреляет пушка, из амбразуры поменьше пулемет. Их обстреливают мои снайперы. Но будем подбираться и противотанковыми гранатами. Кричу «Черкасов, ко мне!» «Есть, товарищ лейтенант!» Близко подползает сержант Черкасов перепачканный глиной и сцарапанной. Говорю ему «Поведешь свой взвод в тыл доту атаковать по моей зеленой ракете?» «Понял, товарищ лейтенант. Разрешите выполнять?» «Валяй! Успех тебе!» Черкасов уползает «Командую!» «Да зарядить оружие! Гранаты к бою! Я бегу вместе со всеми, не кланяясь пулям и думая об одном поближе к амбразуре и шмякнуть ее противотанковой. До дота шагов пятьдесят. Позади нас рвутся снаряды, впереди вспышки выстрелов в амбразурах. Ухнула противотанковая граната и дот изнутри словно озарился светом и осел. Черкасов! Молодчага! Подбегаем и мы. В амбразуру летят гранаты. Пушка и пулемет добиты. Валит дым, выжимает слезу, першит в горле. И какая-то странная пустота в сердце. Волнистые безбрежные пески. Виллис генерал-полковника Плиева обогнал колонну советской кавалерийской дивизии. Зной, пыль, суш. Исса Александрович заметил, кавалерист выгоревшей гимнастерки вяло клонится к шее коня, обхватывает ее и не удержался, упал на землю. На помощь бросились товарищи, приподняли. Приф остановил машину, вылез, подошел поближе. «Ты ранен, сынок?» «Никак нет», еле слышно прошептал молоденький, без усы солдата пухшими и стрескавшимися губами. «Что со мной?» «Не пойму». «Затмение какое-то, слабость». «Возьми себя в руки, преодолей слабость», сказал Плиев. «В бою советский солдат может упасть только мертвым». Усилием воли кавалерист заставил себя встать на ноги. Стоял, шатаясь, боясь упасть. Тронул стремя, поправил. Плиев одобрительно сказал «Молодец, сынок, держись и дальше». «Слушаюсь, товарищ командующий. Скоро будет вода. Японцы отравляют колодцы стряхнином, забивают трупами верблюдов. Мы копаем новые, но воды не находим. И все-таки она будет, и колодцы захватями, самолетами подбросят, и реки скоро пойдут. Держись, солдат. Слушаюсь, товарищ командующий». В эту фразу, повторенную дважды, безусый конник вложил столько взбадривающей самого себя надежды, что Плиев кивнул, похлопал его по спине. И, поборов жалость к юнцу, ни окрепшему, ни закаленному, которого мог забрать в машину, но не забрал, что за пример будет для остальных, все же устали, все на пределе. Иссалис сел в Виллис и поехал вдоль колонны, не оглядываясь. Поздним вечером на привале Плиев встретил Циденбала. Оба были пропыленные, усталые, осунувшиеся. На юге отдаленно погромыхивал бой, из-под полога палатки пробивалась свежесть. Плиев расстегнул ворот гимнастерки, глубоко вздохнул. Циденбал сказал, «Товарищ Плиев, я побывал в передовых монгольских частях, высокий порыв, стремятся не отставать от советских частей». Отставать нельзя, товарищ Циденбал. Получен приказ командующего фронтом. Учитывая успех наступления конно-механизированной группы, маршал Малиновский требует еще больше увеличить темп. Что касается нашей группы, то мы должны 13 августа взять город Долонор, 14-го овладеть городом Джанбей, затем Колганским укрепрайоном, в последующем продвигаться на Жехе. При таких сроках темп продвижения придется увеличить. Думаю, нам по плечу. Подвижные механизированные группы уйдут вперед, а главные силы за ними во втором эшелоне надо упредить противника, раньше его выйти к горам, где местность удобна для обороны, и овладеть важнейшими пунктами большого хингана. поэтому вперед и вперед именно. Теперь о действиях Забайкальского фронта. На всех операционных направлениях развиты исключительные темпы наступления. Под ударами фронта рушится тщательно подготовленная оборона. Японские армии, 30-е, 44-е полевые и 4-е отдельное теряют связь и взаимодействие. В войсках противника нарастает паника. Успешно развертывается также наступление 1-го и 2-го дальневосточных фронтов. На солдатский манер одну полубурки под себя, другой укрылся, устроился Плиев машине на ночлег. Тело ныло, голова мутная, нехорошая. Заснуть взбодрился бы, но сна-то и не было. Перед глазами вставала увиденная за день, да немала мысль. 13-го нужно взять Долонор, отсюда до города 300 километров. За сколько пройдем и каково будет сопротивление японо-маньчжурских войск? Умри, Иссаль Александрович, от 13-го Долонор должен быть взят. И тогда 13-е число станет счастливым. С этой мыслью и заснул наконец. За Плиевым с запада пришло непредусмотренное уставами звание генерал вперед. Оправдывает его и здесь, на востоке. Вперед, не щадя ни себя, ни других. Было, конечно, жаль усталых измученных конников. Не меньше было жаль усталых измученных коней. Какой осетин равнодушен коню. Еще не научившись, как следует ходить, маленький иса привык к седлу, позже прослыл в родном селе старый батакаюрт лучшим наездником среди сверстников. Когда подрос, добровольно пошел служить в Красную Армию, попал в кавалерийскую школу, и впоследствии вся его воинская служба была связана с кавалерией. В 41-м под Москвой командовал кавалерийской дивизией, ставшей гвардейской, сражался и под Сталинградом, и на юге Украины, и за рубежом в качестве командующего конно-механизированной группы. И когда бывало трудновато, лично плиф остался доволен. Работа шла полным ходом, солдаты возбуждены, радостны, даешь Долонор. Да, даешь, потому что Долонор крупный узел дорог, ворота Большого Хингана в направлении городу Жехе и одноименной провинции. Солнце, выкатившееся из-за Хингана, застало подвижную группу на высотах у Долонора. Сам город, обнесенный, где каменный, где глинобитной стеной с наблюдательными сторожевыми вышками по углам, лежал в долине. Контуры зданий тонули в тумане. Город спал, не предугадывая, каким будет пробуждение. На переднем плане отдельные дома и вышка с аэростатом, понятно, аэродром. За ним два храма, а там уже городские кварталы. Танки начали разворачиваться в боевой порядок. Плиев с комбригом, выдвинувшись, заняли командно-наблюдательный пункт. Прильнув к биноклю, Иса Александрович обшаривал аэродром, первый объект атаки. Безлюдно. И самолетов не видать. Не останавливаясь, танки перевалили гребень сопки и вниз к аэродрому. Проскочили летное поле, стреляя сходу, пошли к казармам. Автоматчики спрыгнули, бросились к диспетчерскому пункту. Из-за казармы японцы открыли сильнейший огонь. Пушки, пулеметы, винтовки. Пули засвистели, разрывы зачернелись на поле. Некоторые снаряды попадали в тридцать четверки, однако пробить броню не могли, лишь скрежет до искры. Танки ближе и ближе к казармам. Автоматчики кучками еле поспевали за машинами. Неприятельский огонь не утихал. Плиев сказал комбригу, атакуйте стремительнее, фланги, фланги, выигрывайте, слушай, товарищ командующий. И полковник коротко и властно отдал распоряжение через шлемофон. И тотчас половина танков, развернувшись, устремилась к северо-восточной части Долонора, направо с юга-запада. Особенно досаждали орудия, расположенные на сопке за казармами. Туда и рвались тридцать четверки. Передняя уже на сопке. Наскочив на орудие, подмяло под себя, раздавило заодно с прислугой. И остальные танки врываются на высоту, артиллеристы бегут. Комбриг закричал в шлемофон. Я двенадцатый, я двенадцатый, вижу на высоте белый флаг. Стрельбу прекратить! Стрельбу прекратить! Огонь японцев постепенно угасал. Все больше белых полотенец на палках. Флаги капитуляции. Танки на малой скорости расползлись вокруг казарм, окружили их. Японские солдаты с поднятыми руками, перепачканные копотью и кирпичной пылью, выходили из помещений, строились в очередь, складывая оружие. Плиев сказал комбригу, пленными займутся автоматчики, соберут в одном месте, а вы главные силы немедля введите в город. В первую очередь занимайте радиостанцию, телефонный узел, полицейское управление. Есть, товарищ командующий, и еще, частью сил отрежьте путь на Жехе, если вздумают отходить. В сторону Жехе и Колгана вышлите разведку. Полковник козырнул и поспешил к танку. Через переводчика Плиев спросил у пленного офицера, близорука, щурившегося через разбитые очки, есть ли в городе войска? Нет. С утра гарнизон вывели по боевой тревоге в район казарм, чтобы занять оборону. Только сегодня? Да. Нам говорили, что красные наступают на северные города и на Калган, а наступление на Делонор не было известно. Ожидается ли подход войск из Жехе? не знаю. Едем в город, сказал Плиев и вытер лоб. Мы шли по маньчжурской равнине. Позади остались скалы и пропасти, труднейшие версты. Охингане можно было бы сказать неприступной, если б мы не преодолели его. Сходу проскочили Ванимяу, сравнительно большой город. До нас тут уже побывали танкисты Кравченко, но тоже, как и мы, прошли насквозь. Японцы отступили за город. И здесь-то мы снова уточнили, это пока не собственно Маньчжурия, это еще внутренняя Монголия, а Ванимяу административный центр Барга, одного из аймаков внутренней Монголии. Тысячи китайцев и монголов высыпали на улице. Ливень лупит, а они вымокшие, разве что под гусеницы не кидаются, машут флагами, выкрикивают приветствия. Чем дальше мы уходили от Ванимяу, тем сильней шли дожди. Беспрерывно, днем и ночью, даже когда на коротке вырывается из туч теплое, ласковое солнце, дождь все-таки сечет. Когда в воздухе зарокотал мотор, мы задрали головы. Кто в явно нелетную погоду, рискуя вмазать в гору, летит? Наш или японец? Вероятнее всего, наш. Так и оказалось, испытанный У-2 вынырнул из-за облаков и сбросил точно в расположение тюк с газетами. Центральные «Правда», «Известия», «Красная звезда» сообщают, что начались операции по освобождению Северной Кореи, Сахалина и Курильских островов. Значит, масштабы еще больше расширяются. Замечательно. А кровная фронтовая печатает разъяснение генерального штаба Красной Армии. Парторги, комсорги, агитаторы под руководством Трушина немедля организовали коллективное чтение. А я, как обычно, углубился в, так сказать, сольное. Вот, что я прочел. Первое. Сделанное японским императором 14 августа сообщение о капитуляции Японии является только общей декларацией, о безоговорочной капитуляции. Приказ вооруженным силам о прекращении боевых действий еще не отдан, и японские вооруженные силы по-прежнему продолжают сопротивление. Следовательно, действительной капитуляции вооруженных сил Японии еще нет. Второе. Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать только с того момента, когда японским императорам будет дан приказ своим вооруженным силам прекратить боевые действия и сложить оружие, и когда этот приказ будет практически выполняться. Третье. Ввиду изложенного вооруженные силы Советского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои наступательные операции против Японии. Трушин говорит, ясно, как божий день, будем, Петро, дальше воевать. Да, не похоже пока, что японцы складывают оружие. Мы это на себе чувствуем. Политодельцы по радио поймали передачу. В ней говорилось, что в ночь с 9 на 10 августа в Токио заседал Высший Совет Страны по руководству войной. Есть таковой. Премьер-министр Судзуки заявил, вступление сегодня утром в войну Советского Союза, дескать, ставит Японию в безвыходное положение и исключает дальнейшее продолжение войны. И далее Судзуки сказал, сегодня сброшена вторая атомная бомба, объект бомбардировки Нагасаки. Погибли многие десятки тысяч жителей города. ТАСС сообщала, бомбу необычайной мощности американцы сбросили 6 августа на Хиросиму. Тоже атомная? По-видимому, Петро, если число жертв такое огромное. Да, это непростая бомба. И сбрасывают на мирные города. Судзуки говорил, что эти бомбардировки не затрагивают военного потенциала страны, и Япония готова была бы продолжать войну. Но теперь, сказал Судзуки, когда Советский Союз выступил на стороне Америки и Англии, выхода нет. Интересно. Высший военный совет заседал всю ночь. На нем присутствовал сам император Хирохита. К утру Судзуки подвел результаты обсуждения. С согласия императора правительство решает принять условия подсдамской декларацией и капитулировать с непременным сохранением суверенных прав императора. А Хирохита сказал, что поддерживает капитуляцию и выступит по радио. И действительно выступил. Но приказ Квантунской армии не отдал, в том-то языковыка. Слушай, Федор, сказал я, а что, ежели японское правительство капитулирует безоговорочно и безотлагательно перед англо-американцами, а против Красной армии будет сражаться. Это возможно. Помнишь, как на Западе гитлеровцы сдавались союзникам, даже пытались подписать что-то вроде сепаратного мирного договора, а против нас продолжали держать фронт. это была попытка шибить лвами Советский Союз и союзников. Не вышло, не выйдет и сейчас. Будем надеяться. Необходимо как можно скорее разгромить Квантунскую армию. Идейно рассуждаешь, Петро. Молодец. Рад стараться. На этом мы и закончили разговор. События под Мудандзяном, первым крупным городом на пути ударной группировки 1-го Дальневосточного фронта, огорчали маршала Мерецкого. Наступление замедлилось, сказались и мощь неприятельских укреплений, и наводнения, и переброска в Мудандзянскую группировку фронтовых резервов. Поэтому командующий фронтом повернул основные силы 5-й армии генерал-полковника Крылова в обход Мудандзяна на Герин, а на 1-ю краснознаменную армию генерал-полковника Белобородова возложил захват города с последующим продвижением на Харбин. События же на левом крыле фронта развивались, радуя Кирилла Афанасьча. 25-я армия генерал-полковника Чистякова, усиленная 10-м механизированным корпусом генерал-лейтенанта танковых войск Васильева, успешно наступала в сторону Герина. А еще 11-го августа моряки Тихоокеанцы высадили десант разведчиков в северокорейском порту Юки. На соединение с десантами устремились по побережью войска 25-й армии. Таким образом блокировалось возможное отступление Квантунской армии в метрополию. У начальника инженерных войск 1-го дальневосточного фронта Аркадия Федоровича Хренова весть о тех десантах вызвала в памяти давние события. Крым, Феодосия, торпедные катера, врывающиеся в занятый гитлеровцами порт, высаживающиеся на причал батальоны. Дерзкий, внезапный десант. А почему бы идею десантирования не использовать для взятия Харбина и Герина, главных объектов наступления фронта? Хотя моря тут нет и корабли не нужны, другое нужно. Взвесив все и продумав, генерал-полковник инженерных войск Хренов рискнул доложить о своей идее Мерецкову. Тот принял незамедлительно, любезно предложил. Чайку попьешь? Не до чаю, Кирилл Афанасьевич. Есть предложение по скорейшему захвату Харбина и Герина. По скорейшему? Интересно. Мерецков оживился, отодвинул стакан с чаем, докладывай. Предложение такое. Срочно готовить воздушные десанты и высаживать там. Мерецков поглядел на Хренов из-под лобья. Инженер, ты разве не знаешь, что у нас нет парашютных полков? У нас достаточно транспортной авиации, десанты можно высадить прямо на аэродромах, сыграем на полной внезапности. Два дня спустя, когда главная группировка продвинулась уже на полтораста километров, Мерецков вызвал Хренова и спросил. Ну, Аркадь Федорович, готовы твои десанты? 18 августа. Десанты, сформированные из личного состава 20-й штурмовой бригады, в каждом по 150 человек, расселись по самолетам. С первым эшелоном десанта на Харбин вылетел особо уполномоченный военного совета фронта генерал-майор Шелахов. Первый отряд летел курсом на Харбин, второй на Гирин. пересекли линию фронта, где еще шли бои, и через два часа, преодолев 250 километров, отряд под командованием подполковника Забелина был над Харбином. Забелин доложил Шелахову. Товарищ генерал, мы уцели. Шелахов кивнул, прижался к иллюминатору. Развернувшись над городскими кварталами, транспортные самолеты пошли на посадку. Шелахову видно в иллюминатор. К посадочной полосе бегут японские солдаты. Колеса коснулись посадочного поля, самолеты пробежали и остановились. Дверцы открыты, десантники спрыгивают наземь. Генерал Шелахов торопит к объектам. Живо! Когда весь аэродром оказался в руках десантников, Шелахов вздохнул с облегчением. На все про все ушло полчаса, и в 19.30 авиадесант приземлился на аэродроме Харбин и приступил к выполнению задач. 19.00 августа 1-й дальневосточный фронт успешно высадил воздушный десант и в Гирине. Гарнизон капитулировал, а на завтра в город вошел передовой отряд 10-го мехкорпуса. В агентурных донесениях поступавших в штаб Забайкальского фронта говорилось, Чанчунь, столица Манчжоу-го, уже несколько дней объят паникой. На юг в сторону Мукдена непрерывным потоком идут автомашины, железнодорожных станций ежечасно отходят поезда, переполненные японцами, чиновники, коммерсанты, владельцы предприятий. В этой ситуации военный совет фронта решил высадить в Чанчуне и Мукдене воздушные десанты и вместе с ними своих уполномоченных для переговоров с японским командованием о беззаговорочной капитуляции Квантунской армии. Главнокомандующему Квантунской армии генералу Ямада, находившемуся в своей резиденции в Чанчуне, направлялся полковник Артеменко. Ему был вручен мандат удостоверения за подписью маршала Малиновского и текст ультиматума. Родион Якович сам приехал на аэродром проводить парламентерскую группу и пожелать ей, как он выразился ни пуха ни пера. Восемь утра 18 августа группа полковника Артеменко вылетела с монгольского аэродрома и взяла курс на юго-восток. Самолет прошел над большим хинганом в грозовых тучах и приземлился на манджурской территории у города Тунляо, на окраине которого еще были бои. Здесь парламентеров встретил командующий 6-й гвардейской танковой армии генерал-полковник танковых войск Кравченко, выделявший личный состав для десанта. Кравченко и его штабисты совместно с прибывшей группой проработали все, что относилось к приземлению десантов в Чанчуне и выполнению боевых задач после посадки. Утром 19-го транспортный самолет с парламентерской группой, сопровождаемой девяткой Яков, вылетел из Ту-Ляо курс на Чанчунь, а генералу Отодзе Ямада радировали. Сегодня, 19 августа в 8.00 парламентерская группа в составе пяти офицеров и шести рядовых, возглавляемая уполномоченным командующего за Байкальским фронтом полковником Артеменко, самолетом Си-47 в сопровождении девяти истребителей отправлена в штаб Квантунской армии с ультиматумом о безоговорочной капитуляции и прекращении сопротивления. В последний раз требую обеспечить и подтвердить гарантию на перелет. В случае нарушения международных правил вся ответственность ляжет на вас лично. Малиновский, командующий за Байкальским фронтом, маршал Советского Союза. В полдень над военным аэродромом Чанчуня появилась советская эскадрилья, сопровождавшая транспортный самолет. Маньчжурская столица была придавлена туманом и пеленой дождя. Звено Яков, прикрываемое с воздуха другими истребителями, приземлилось в центре расположения японских самолетов, стоявших несколькими рядами и не успевших даже взлететь. Лишь трем самолетам это удалось, но они были отогнаны из зоны аэродрома. Сел и транспортный самолет. Парламентерская группа вышла, выкатили легковой автомобиль. В просторном кабинете главнокомандующего Квантунской армии полковник Артеменко представляется и говорит перейдем без задержки к делу. Генерал Ямада кивает. Требования командующего за Байкальским фронтом следующие. Немедленно прекратить огонь и сопротивление на всех участках фронта, сложить оружие, вывести все войска из столицы и прилегающей к ней районов в пункты, которые я укажу. И наконец подписать акт о безоговорочной капитуляции. Это все? спрашивает Ямада. Нет, господин генерал, не все. Мы настоятельно предлагаем вам выступить по радио с приказом своим войскам о немедленном прекращении огня и капитуляции перед советской армией. А премьер-министру Джану Цзинхуэю мы столь же настоятельно предлагаем обратиться по радио к народу Маньчжурии и объявить, что японские войска капитулировали и сложили оружие, что война прекращена и Красная Армия вступает в страну как освободительница народа от японских оккупантов. Ямада пожевывает губы, цокает языком. Безоговорочная капитуляция? Совершенно верно, господин генерал. И это предлагаете мне, командующему миллионной армией? Но армии-то как таковой уже нет. Она разваливается. Она еще существует. Она еще на многое способна. Это боевая сила. И опираясь на нее, я могу вести переговоры о перемирии, а не о капитуляции. Именно о капитуляции, господин генерал. И ни о чем больше, сказал Артеменко и подумал, для чего тянет волынку, на что надеется. Только о перемирии, повторил Ямада. В кабинет запыхавшись в ходе дежурный офицер докладывает командующему. Ваше превосходительство, к столице приближается армада русских тяжелых самолетов под прикрытием истребителей. Наши самолеты подняться не могут. Аэродром блокирован русскими истребителями. Господин парламентер, Ямада встревожен, смею вас спросить, как военачальник своих войск и территории, на которой вы находитесь, что это значит? Надеюсь, вы сможете объяснить? Смогу. Это самолеты, вызванные мною. Мне в помощь для успешных переговоров. Артеменко непринужденно приглаживает жесткий ежик, без намека на улыбку говорит, смею вас также заверить, как военачальник этих войск, что независимо от вашего поведения и обращения со мной, если я в условленное время не сообщу своему командованию положительных результатов, то город Чанчунь и его окрестности, которые вы превратили в военную крепость, будут подвергнуты разрушительной бомбардировке. Господин полковник обращается в упор Ямада. Есть ли еще время предотвратить бомбардировку города? Если это в вашей власти, я прошу вас сделать это. Это в моей власти, отвечает парламентер. Но и вы должны решиться. Я решился. И Ямада замолкает на несколько секунд. Затем, очнувшись от оцепенения, резко вынимает свой самурайский меч духа, несколько раз целует его, подает через стол, склонив голову. Теперь я ваш пленник. Диктуйте свою волю. 19 августа авиадесант был высажен в Мукдене. В десант были отобраны 225 гвардейцев из 6-й танковой армии. Это были испытанные ребята за их спиной война с Германией, бои на Большом Хингане, в Гобе. Возглавил десант генерал-майор Притула, уполномоченный военного совета Забайкальского фронта. Всем японским частям предложено к 19.00 сложить оружие. Генерал Притула рассылает своих офицеров в районы дислокации японских частей и соединений для контроля над ходом разоружения. Все нормально, квантунцы сдают оружие, в том числе и в Мухденском арсенале, а наутро колонна за колонной приходят в пункты сбора пленных. Кроме арсенала, Мухден знаменит и лагерем союзных военнопленных. В первый же день пребывания в Мухдене представители Забайкальского фронта поехали в этот лагерь возле города. За колючей проволокой во дворе выстроились пленные, пожилые и молодые, американцы, англичане, австралийцы, французы, голландцы, генералы и рядовые. Наши офицеры вошли во внутренний двор, и что тут началось? Строй рассыпался, сотни, тысячи людей побежали навстречу им, крики, слезы, улыбки. Генерал Притула с импровизированной трибуны сказал «Сегодня утром нашими частями занят город Мухден. Я уполномочен сообщить вам, что с этого часа все американские, английские и другие союзные военнопленные, находящиеся в этом лагере, свободны». Поднимаются в приветствиях руки освобожденных, взлетают пилотки, носовые платки, люди целуются, обнимаются, плачут. Слово «свобода» повторяется на все лады, на всех языках. Бывшие пленники кричат и на русском языке «Свобода! Свобода! Свобода!» На крыльцо служащее трибуной взбегает человек в пилотке и майке, горячо, сбивчиво говорит по-английски. «Я американский солдат, меня зовут Александр Байби, нам русские войска принесли свободу, три с половиной года мы томились в японской тюрьме, тысячи умирали от голода и пыток. За все время только четырем удалось бежать из этого лагеря, но и они были схвачены и заморены до смерти. Нет слов, чтобы рассказать здесь об издевательствах японских властей над нами. Наши русские боевые друзья, к вам обращаюсь я, простой американец, со словами горячей благодарности и любви. Никто из нас не забудет этого дня. На всю жизнь мы ваши самые верные друзья, и эту дружбу с Россией мы завещаем своим детям». Александр Михайлович Василевский подумал, что сейчас произойдет событие, ставящее в Маньчжурской стратегической операции точку, если не восклицательный знак. Хотя и после этого десятка дней, за которые вместо запланированных двадцати и двадцати трех была одержана решающая победа над Квантунской армией, конечно, еще возможны отдельные бои и столкновения, неделя либо две, а то и подольше, но капитуляция противника, вот она, в лице японских генералов и дипломатов, доставленных советским военным самолетом из Харбина сюда, на КП командующего Первым Дальневосточным фронтом, через минуту их введут в помещение, в дверях возник полковник гвардеец, товарищ главнокомандующий, решите заводить, да не надо их заводить, пусть сами заходят, и они вошли, сутулые, в высоких желтых сапогах, коричневых мундирах, на мундирах орденские ленточки, садятся смирные, почтительные. Василевский строго сжал губы и властным тоном произнес, я предупреждаю штаб Квантунской армии, японские части, еще продолжающие сопротивление, должны немедленно сложить оружие. Ямада полтора часа назад подписал в Чанчуне документ о капитуляции. Когда все вопросы были обсуждены и назначены сроки, и когда Василевский разрешил генералу Хата с его свитой отбыть во своясе, Александр Михайлович почувствовал сильную усталость, похожую на недомогание. Он пошел на узел связи, позвонил по ВЧ Сталину, сдержанно доложил о переговорах с генералом Хата, заключив, что, по его мнению, маньчжурская стратегическая операция подходит к завершению. Заложив руки за спину, Александр Михайлович походил из угла в угол, разгоняя тяжелую усталость. Поскрипывали сапоги, поскрипывали половицы, ветер колыхал за навески на окнах, за стеной во дворике уже не пели, но скепидарный запах растревоженной сосны не унимался, лез в ноздри. Ах, какие тут сосны на Дальнем Востоке, корабельные, высоченные. И вдруг резкая смена мыслей. Василевский подумал о том, что наряду с повседневными проблемами маньчжурской операции тревожило, угнетало, всплывая в памяти. атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Данные, которыми он располагал, свидетельствовали качественно новое, небывалой мощи оружие, оружие будущего. Сбрасывать атомные бомбы на эти японские города с военной точки зрения было бессмысленно по отношению же к населению бесчеловечно. Жертвы колоссальные. Американцы запугивают, но кого? Японию или Россию? Не своего ли рода атомный шантаж? Предупреждают о своем превосходстве и требуют от нас быть сговорчивее, согласиться на такое послевоенное устройство мира, каким захочет его видеть Америка? не выйдет. Мы тоже примем меры, будет и у нас атомное оружие. Вооруженные силы страны должны совершенствоваться, набирая мощь, чтобы не были опасны чьи бы то ни было происки. и он, маршал Василевский Александр Михайлович, еще послужит своему народу. Мы несем свою службу повседневную, тягучую, но иногда и беспокойную. Однажды ночью нас подняли по тревоге в ружье. Вершины сопок были в тумане. Туда, на сопке и предстояло идти, прочесывать местность. Обнаружена база японских смертников, так и не пожелавших разоружиться и нападавших на жителей и советские войска. Остров вспомнилось. В Восточной Пруссии, под Кенигсбергом, после победы над Германией, поднимают по тревоге искать Вервольфов, оборотней. Там Вервольфы, здесь смертники. Один черт. Чем дальше колонна втягивалась в сопки, тем тише и тревожнее становилось кругом. Дышится трудно. Поднимаемся в гору. На дороге поблескивают мокрые камни. Луна над сопками, как круглый лик молодой китаянки. Повыше в горы тропа каменистей, круче, по бокам кусты лесочек. Вот уж где привольно смертникам да хунхузам. Вскрикивает ночная птица и я вздрагиваю. Волнение мало-помалу становится очевидным. Найдем ли японцев, что будет, бой или сдадутся? На последние немного надежд. По данным разведки, японская база где-то поблизости, но проходит час и два, прежде чем обнаруживаем эту самую базу. На отшибе, на поляне, наспех вырытые землянки без окон, окопы и щели, ящики из-под гранат, гильзы, пустые бутылки, тряпье. Японцев нет, но в воздухе будто их запах. Дымит небрежно затоптанный костер, значит, ушли отсюда совсем недавно. Мы нагнали японцев километра три спустя. Они встретили нас ружейно-пулеметным огнем, ведя фронтальный огонь, батальон развернулся и окружил лощину. Деваться японцам было некуда, или плен, или смерть. Кто предпочел первое, кто второе, но вначале все дрались отчаянно. На каждую нашу попытку сблизиться отвечали пулеметными очередями. Пулеметов у японцев было больше, чем винтовок, и на очереди они не скупились. Пули вжикали у виска, стригли ветки, откалывали кусочки гранита, свизгом рикошетили. Наше командование думало было послать парламентера, но не рискнуло. Погречали в рупор, чтобы сдавались по-русски и на смеси японского с китайским. Ответом были хлестские очереди. «Да это понятно, смертники есть смертники». Подъехала полковая артиллерия и комбат решил «Обработаем лощину сорокопятками». Ударили пушки, выстрелы чередовались с разрывами, а затем сплошной гул затопил лощину. Вздымались куски земли и деревьев, загорелся подрост, дымом заволокло кусты, пороховая гарь и вонь сшибали в ноздри. Ракета взмыла, рассыпалась зеленоватыми брызгами и я крикнул «Первая рота встать! Вперед! Ура!» Где-то вскрикнули, кто-то упал, пулеметные автоматные очереди, разрывы гранат. При вспышках осветительных ракет вижу, как ссутулись бегут наши солдаты, как стреляют, мечут гранаты, схватываются в рукопашной. Короткая очередь, удар прикладом, я и сам всаживаю очередь в подвернувшегося японца со вскинутым ножом и не успев даже подумать о нем, бегу дальше, в гущу схватки. В клубах дыма мелькают Логачеев, Кулагин, Нестеров, Погосян, Симоненко, Рахматуллаев, успевая их узнать, живые. И еще кто-то бежит, которого не могу узнать, и еще кто-то. Дым заволакивает. Уже попадаются японцы с поднятыми руками, оружие отброшено, валяются убитые, корчатся вспоровшие себе животы, мы перепрыгиваем через них, бежим дальше. Глотка пересохла, ноги подгибаются, бреду по поляне, собираю бойцов, сбиваю в кучу сдавшихся японцев. Раненым, нашим и японцам оказывают первую помощь. Наших убитых, слава богу, не видно. Комбат приказывает раненых на носилках и плащ-палатках выносить на дорогу, а остальным и нашим и японцам тушить пожар. Пожар может разойтись и погубить изрядно леса, а лес богатство Китаю пригодится и мы лопатками, шинелями, плащ-палатками, гимнастерками сшибаем пламя, закидываем его землей, затаптываем сапогами. Свершилось. Когда мы к вечеру под непрекращающимся дождем пришли в Ванимяу, в военный городок, нас ошарашили слухом. Сегодня, 2 сентября, подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, наподобие того, какой был подписан с Германии в мае, а 3 сентября будет объявлено днем победы над Японией. Утром я пробудился в предчувствии необычайного, радостного. С наслаждением растирал скрученным полотенцем голое туловище. Каждая клеточка играла. После завтрака полк был построен на плацу, и командир дивизии в парадном мундире со всеми регалиями поздравил нас с победой над империалистической Японией, с присвоением дивизии почетного наименования Хинганское, вручил награжденным ордена и медали. Я не бестрепета принял из крепких стариковских рук коробочку с красной звездой. Как-никак вручал сам генерал-майор, а севшим от волнения голосом я рубанул «Служу Советскому Союзу» и подумал, что это последняя моя боевая награда. Был митинг, было зачитано обращение Сталина к народу. На слух я воспринимаю плохо, поэтому перед обедом прочитал это обращение в дивизионке, сотрудники которой оперативно записали передачу из Москвы. Я читал «Товарищи, соотечественники и соотечественницы, сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитые наголову на морях и на суше и окруженные со всех сторон вооруженными силами объединенных наций, Япония признала себя побежденной и сложила оружие. Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны. Германия на западе и Япония на востоке. Это они развязали Вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции. Это означает, что наступил конец Второй мировой войны. Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны. Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяжелые годы. Но теперь каждый из нас может сказать, мы победили. Отныне мы можем считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для народов мира. Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с великой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире. Ура! Свершилось. И мир уже не наступает, а наступил. Для этого мы не жалели сил, труда и самой жизни. С великой победой, с миром во всем мире. Ура! Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...